К новостям китайской космической миссии. Тайканавты окончательно обустроились в орбитальной лаборатории и приступили к подготовке сложных экспериментов. В ближайшие дни им предстоит провести опыты по биологии, квантовой связи и адаптации организма к длительному пребыванию в невесомости. Об обстановке на борту Тянгун-2 расскажут наши корреспонденты. Четыре дня на расчетной орбите, полет нормальный. Командир миссии Дзин Хай Пэн и пилот Чинь Дун привыкают к жизни на высоте в 400 километров над землей. Несмотря на изоляцию, скучать на станции не приходится. Тайканавты регулярно проверяют электронную почту, связываются с домом и интересуются новостями. На постоянной связи с участниками миссии первый космонавт Китая Ян Ли Вэй. Работа в лаборатории идет по плану. Судя по данным, которые мы получаем, расход воды и продуктов питания полностью соответствует нашим расчетам. Состояние здоровья тайканавтов не вызывает опасений. Дел на станции не в проворот. В ближайшие дни экипажу предстоит провести совместный эксперимент с космическим аппаратом МОДЗИ, предназначенным для проверки возможностей квантовой связи. Подготовка уже началась. У тайканавтов лишь один выходной в неделю, хотя после восьмичасового рабочего дня у них есть свободное время, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку или общаться с родными. Расписание тайканавтов довольно щадящее. Мы даем им задание, а они уже сами решают, как его выполнить за восьмичасовой рабочий день. В общей сложности тайканавты пробудут на орбите 33 дня, из которых 30 на борту Тянгун-2. После завершения миссии Шэньчжоу-11 отстыкуется с лабораторией и в течение суток вернется на Землю. Ли Суэр, Си Си Ти Ви.